I have so much to say I have so much to say If you are interested in it or not I am going to buy a new beauty So if you are interested Then, of course, stay with me And I hope you have a good watch New Beauty Box I was happy with you I want to say that New Beauty Box Because they went on a different level There are no probes I have so many products I have so many products I have so much to buy So I have so much respect And the first thing I want to show It was a holiday It is like this I have so many months I have so many months I have so many colors If not, it would not be It would not be It is like an ampoule That is, it is like an ampoule The whole number is I have only one ampoule And, in fact, I have it I use them for almost a month And it is not finished In fact, every year I looked for something new For the hair Because the hair was They were a bit Very stiff Very thin Very good And they had a bit of a soft And they had a little And they had a lot of soft And they were really And they really enjoyed What these are These products They are Balsam And the shampoing которые делали волосы безумно мягкими, безумно гладкими, блестящими, это какая-то серия с кокосом, так что если у вас такая же проблема, как у меня, какие-то такие непонятные жесткие волосы, то возможно это ваше. И все-таки немножко набрала, потому что были пробники, но им я очень радовалась, потому что это Airborian BB крем, и знаете, наверное, не буду много про него говорить, это потрясающее средство, оно выравнивает кожу, делает однородный такой цвет лица, какое-то одновременно и сияющее лицо становится, и не слишком блестящее, да, ну тут все идеально, плюс тонкое покрытие, потому что это BB крем на весь день хватает, вот лицо будто бы натуральное, но при этом безумно такое красивое, будто бы без всего, это моя любовь, и надо, наверное, все-таки дойти до магазина, до какого-то и купить уже наконец-то полноразмерную версию. В одной из коробочек попалась вот такая штука, это Global White, это такой карандаш, который вы намазываете на свои зубы, ждете какое-то время, и он отбеливает, и я всегда такие штуки люблю пробовать, потому что стоматологов я боюсь, я никак не могу дойти до зубного, да, и каждая такая вещь, конечно же, меня радует, говорят, что отбеливает на 3 тонны, я пока попробовала 2 раза, могу сказать, что моментальный эффект точно имеется, да, то есть вы походили там 5 минут с этой мазью на зубах, и потом видите разницу, да, зуб какие-то более блестящие, визуально, как минимум, более белый, так что почему бы нет, например, перед видео я такой ерундой занималась, так что вот. Еще для девчонок, которые любят маникюр, у меня в последние коробочки попались два вот таких средства, ну как средства, да, это наклейки на ногти, но они из лака как бы сделаны, да, то есть когда вы их приклеиваете, они не кажутся чем-то инородным на вашем маникюре, то есть визуально это смотрится, будто бы рисунок сделан лаком, я вот просто присобачила на один ноготь, и на самом деле так долго держится, хотя я сверху ничем не покрывала, и ногти у меня вообще сейчас ужасные, потому что я шелак ободрала, и теперь их, скажем так, ничего отращиваю, но как только, так сразу обязательно что-нибудь себе загубеню, и еще очень понравился вот такой вот лак, который называется Pink Up, и это типа как бы как гель-лак, и реально я попробовала накрасить на мизинчики на одном, и ходила так три дня, мыла посуду, там не знаю, ванну мыла, с Евой гуляла, Еву мыла, в общем делала все, что хотела, а этот мизинчик накрашенный так и был, вот. В начале видео я сказала, что New Beauty Box молодцы, стали много новинок класть, и вот такая вот штука мне попалась, это шелковый мусс для душа, то есть это гель для душа, который из упаковки сразу выходит как пена, я не знаю даже, стоит вам показывать или нет, давайте для чистоты эксперимента. В общем, вот так это все выглядит, как какая-то пена, очень приятно купаться, потому что, ну, вся вот эта структура, она очень нежная, да, и вот такого вот количества действительно хватает вот прям на все тело, наверное, это еще, к тому же очень экономно, и плюс, девчонки, с этим можно делать депелляцию, да, депелляцию, в общем, к бритве эта вещь идеально подходит, у меня запах, это запах лимонный щербет, ну, чуть таким кисленьким пахнет, но достаточно приятным. С коробочками закончили, давайте теперь расскажу вам, что мне из ухода понравилось, и, ну, чем я часто в последнее время пользуюсь. Первое, это Vileda, крем для области вокруг глаз с гранатом, и когда я на английском читала аннотацию, то там почему-то написано, что это уже версия антиэдж, да, то есть антивозрастная в русской брошюрке, почему-то этого не написано, но это я так, да, для информации, меня это не смущает, сам крем, приятная такая текстура, ну, классическая, да, такая, достаточно даже жирненькая, я бы сказала, и мне очень нравится, что он как-то высветляет эту зону под глазами, просто ее выравнивает, ну, одно могу сказать, крем рабочий, да, то есть не пустышка, и правда, я и утром, и вечером пользуюсь, и вижу какие-то изменения, кожа какая-то тут более мягкая стала, напитанная, даже какие-то мелкие морщины, которые достаточно сильно меня беспокоят, они как-то вроде бы меньше стали. Еще вот такая вот вещь, кстати, мне кажется, она мне тоже в какой-то коробочке попадалась, это Libra Derm восстанавливающий крем, здесь написано, что он подходит и для восстановления лица после каких-то процедур косметических, например, там, после химического пилинга, или еще там, что можно сделать, да, и также, например, после загара, так что, девчонки, если вдруг обогорели или еще что-то такое отлично работает на себе, к сожалению, пришлось испытать, и вообще, например, когда вот очень обветренная кожа зимой у меня была, пару недель, наверное, да, я потом буквально за два дня все это делала, спасла вот этим кремом, и почему я о нем забыла, что он у меня есть, да, и раньше не начала им пользоваться, потому что все бы гораздо быстрее прошло, кожа как-то быстрее бы восстановилась, единственное, что, ну, не очень приятно им пользоваться, потому что он такой прям жирный, какой-то густой, какой-то такой пленкой на лице выглядит, то есть это вариант только на ночь, и потом его даже надо пропитать салфеточкой по-хорошему. Еще заметила, что у меня вместо обычных гигиенических помад в сумке стали лежать вот такие вот бальзамы, и на самом деле это очень удобно. В целом все такие вот подобные бальзамы очень похожи друг на друга. У меня, например, Purple Tree с алоэ, но в чем кайт, да, то, что можно не только губы мазать, но и там кутикулы, или где-нибудь у вас там что-нибудь подсохло, пересохло, там, не знаю, локти можно помазать, или где-нибудь на лице вот что-то обветрилось, и надо прям какое-то такое сос-средство, а ничего такого под рукой нет, то вот этот вот бальзам выручит. Мне просто нравятся какие-то такие более универсальные средства, и особой логики в этом нет. Ребята, теперь по летке хочу показать вам несколько вещей, которые меня действительно зацепили, потому что, ну, как-то по теням я не особо сохну, а вот эти вот штучки мне очень понравились. Первое это Nude, это бренд The Balm, и вот практически под каждым видео последним мне девочки спрашивают, что у тебя на глазах. Это вот эта вот палетка, и я использую в основном два вот этих вот цвета, в складку вот этот вот темный, иногда вот такой вот коричневый, в уголок глаза вот этот вот светлый, вот этим вот сегодня у меня оформлены брови, еще иногда баллы с золотым, короче, всем понемногу, наношу в основном пальчиком, потому что это кисточка, которая у меня упала, ну, если честно, она бесполезная, но, кстати, брови ей можно оформить, она, кстати, мне сегодня помогла брови нарисовать, и еще одна палетка это Sleek, если предыдущую палетку от The Balm можно все-таки рассматривать как такую, ну, более нюдовую, что ли, но с блестящими оттенками, то тут вот все как-то поярче, я ей в Новый год баловалась, и в новогодние праздники, да, ну, какие-то такие более секси-макияжи пыталась вытворить на своем лице, но все равно здесь достаточно интересные и одновременно приглушенные оттенки, так что она и вашим, и нашим, также есть темный цвет, который подходит для бровей, во всяком случае, у меня есть какие-то такие более матовые оттенки, их, к сожалению, не очень удобно кисточкой наносить, все остальные отлично работают, ничего не осыпается, очень симпатичный вот такой вот цвет, какой-то бронзовый, баклажанный, с каким-то перивом, я люблю такие, знаете, какие-то цвета, которые хамелеонят немножечко, и вот такой вот цвет, он вроде бы золотой, но с разным освещением, он абсолютно по-разному играет, от серебряного оттенка до как раз-таки золотого, так что тоже мне понравилась эта палетка, и, знаете, в последнее время я огромное количество косметики, ну, скажем так, раздала, да, и эта палетка одна из немногих, которая все-таки осталась у меня, и я решила с ней не прощаться. Вот такая вот палетка от Sleek, это самое неоднозначное бьюти-средство за последнее время, и это вообще хайлайтеры, и когда я их увидела, я подумала, нет, они слишком шиммерные, я не буду ими пользоваться, но потом я как-то полазила по интернету, почитала инструкцию к этому хайлайтеру, и, конечно, да, у него такая существует, и, оказывается, здесь цвета вот так подобраны, не просто так. Банановый оттенок идеален для носика, это реально так, да, потому что он здесь очень естественный, этот цвет выглядит. Вот этот вот розовый супер выглядит над губой. Вот этот вот оттенок и вот такой вот кремовый просто великолепно и выигрышно смотрится на скулах. Как-то здесь все, видите, так подобрано, я даже, если честно, сначала и не подозревала, я думала, что, ну, типа, просто разные цвета, чтобы баловаться, а оказывается, нет. И мне так понравилось. Единственное, что вот эта вот кисточка совершенно бесполезная, как из каких-то палеток в 90-х, вот Ruby Rose там такие клали, я не знаю, ну, я ее, конечно, оставила так, вроде бы, вам-то показать, но пользоваться ей на самом деле невозможно. Еще практически под каждым видео у меня девочки спрашивают, Свет, что у тебя на губах? И чаще всего у меня на губах слик, да, то есть если яркая помада, то, скорее всего, это слик. Сейчас у меня на губах Bitter Sweet, это матовые все помады, и на самом деле у меня вот эти три оттенка очень похожи, они единственное, чем отличаются, ну, наверное, по тону. Вот этот вот самый теплый, этот самый холодный, этот какой-то такой среднячок, который как раз-таки у меня сейчас на губах, что могу сказать, матовые, хорошие, долго держатся, да, иногда они, конечно, съедаются, когда вы, там, не знаю, курите какой-нибудь жирный, обжираетесь, а в целом очень стойкие. Я знаю, что иногда на них ругаются, говорят, что как-то неровно наносятся, какими-то комками, ну, не знаю, наносите нормально, и все будет хорошо. Я пользуюсь, наверное, уже год, и вообще ни разу не пожалела, что они у меня появились. На самом деле, я хотела так подольше с вами поболтать, я смотрю, у меня уже ничего не осталось здесь вокруг. Еще, вы знаете, что я фанат минеральной косметики, а именно КМ Cosmetics. Я считаю, это просто было открытие для меня 2017 года, потому что я не знала, что минеральная косметика настолько хорошо работает. и у меня появилось два новых продукта. Ну, как два новых? Один, скажем так, старый. Это хайлайтер. У меня был точно такой же оттенок N2 или H2. Я подпишу вам внизу, да? Единственное, что они сменили немного форму упаковки, и теперь есть здесь вот такая вот штука, которая крутится. Вы можете нужное количество дырочек вам открыть, пересыпать, закрыть, завернуть и брать с собой. Просто был такой косяк, что я в Турции убрала такой хайлайтер еще в предыдущей версии. Он просто открывался, и здесь сразу были дырочки без какого-то ограничителя. И, конечно же, в самолете, там, в багаже все это вот так вот пересыпалось. И потом я сидела и собирала все, примерно вот так вот и собирала, в каждую дырочку запихивала. Вот эта вот упаковка гораздо круче. А если про сам продукт говорить, вот этот вот хайлайтер, он вообще без шиммера. Это просто сияние, сияние изнутри. И он еще будет сиять в зависимости от того, как вы его растушевали. Хотите, хоть в ноль растушуйте. Хотите, оставьте такой... Это реально крутая вещь. И оттенок такой, кстати, тоже банановый, что ли, я бы так сказала, как по мне, достаточно универсальный. И вторая вещь, это вот то, что я очень хотела попробовать, потому что во всей коллекции у меня этого как раз таки и не было. Это румяна. Наконец-то я до них добралась. И, кстати, у них теперь тоже и у румян, да? Такая же упаковка вот с этой перегородочкой, с ограничителем. И что могу сказать по румянам? У меня оттенок B215 или это В215. Ну, в общем, я вам подпишу. Это, знаете, настолько вот какое-то натуральное, ненавязчивое такое деликатное покрытие. Вот просто румянец. Без всяких блесток, без всего, да? Просто как будто бы так приятно зарумянились с каким-то таким персиково-розовым оттенком. Будто, вы знаете, как бы нежная роза. Вот такие вот чачки становятся. Это на каждый день. Это не в клуб там ходить или мужиков соблазнять. Это просто естественный такой румянец. Очень приятный продукт. И к тому же вроде бы как генеральная косметика не забивает поры. Поэтому для меня это еще дополнительный плюс. Еще для вас отобрала специально штучки всякие от Makeup Revolution, которые мне правда понравились. Которыми можно делать макияж. И вообще мне чем нравится Makeup Revolution? То, что они делают такие модные продукты, да? Которые сейчас популярны. И при этом не задирают цену. Но косяк у Makeup Revolution все-таки есть. Не все продукты такие замечательные, как они их позиционируют, да? Надо, конечно, какие-то отзывы сначала читать или там видюхи какие-то смотреть, чтобы не прогадать. И первое, что мне понравилось, это вот такая вот палетка для контуринга. Она идет прямо вот в такой косметичке. Здесь сама палетка и кисточка. Первое. Кисточку выбрасывайте. Она ничего не делает. Просто я не знаю, что ей можно делать. Но сама палетка мне понравилась. Хотя я сначала думала, что не буду ей пользоваться. А в итоге, когда я к ней как-то присмотрелась, я поняла, что вот этот вот оттенок, который именно для контуринга, он очень похож на Benefit Hula, да? Такой какой-то не прям вот серый, да? А именно для какого-то загара. Не знаю. Я постоянно пользуюсь Benefit Hula. Хотя с этим продуктом от Benefit у меня тоже были трения, непонимания. В итоге там уже сейчас дырочка, да? И вот тут вот такая же история, думаю, будет. И вот этот вот хайлайтер тоже сначала не поняла, но потом начала наносить его бьюти-блендером. Классно работает. Например, не хуже, чем точно такой же хайлайтер от Sleek, да? Такая кремовая консистенция, которая достаточно легко наносится и пальчиком, но мне больше все-таки нравится бьюти-блендером влажным. Так что, не знаю, попробуйте, особенно те, кто хотят попробовать Benefit Hula. Еще вот такая вот пуля. Это помада от Makeup Revolution. Очень приятный, кремовый, какой-то полу-нюдовый, полу-коричневый оттенок. И безумно мне понравилось, как эта помада ложится именно на губы по ощущениям. И также мне подошел оттенок. Он мне, кстати, даже кажется, похож вот на тот оттенок, который у меня на губах. Единственная разница в том, что на губах у меня матовая помада, а это такая, скажем, ну, кремовая, да, классическая, которая еще очень приятно пахнет. И, опять же, Makeup Revolution позволяет нам и такие штуки покупать гораздо дешевле, чем у других брендов, хотя качество очень даже хорошее. Еще вот такой иллюминайзер тире хайлайтер, тоже Makeup Revolution. Это тоже очень неоднозначная вещь, потому что, ну, когда я первый раз открыла и попробовала, я такая думаю, куда они столько шиммеров-то на губух или это? Чуть ли не сплошные блестки. А потом уже, видимо, я такой отсталый блогер, я заметила тенденцию, что сейчас как раз-таки в моде почему-то хайлайтеры с блестками. Я даже вам несколько фоток приложу. И как-то после этого я действительно распробовала этот хайлайтер. И, да, давайте нанесу вот сюда. Вот сейчас с одной такой блестящей щекой. Ладно, давайте и сюда еще нанесу. Короче, он вроде бы с одной стороны и шиммером, а с другой стороны не шиммером. Опять же, все зависит от того, как вы растушуете. И что еще могу сказать? Я не знаю, сколько надо им пользоваться. Год, два, может быть, десять лет, чтобы он закончился. Потому что я уже не знаю, сколько он у меня, месяц, или, может быть, полтора. Он даже не собирается протираться. Тут рисунок как был, так и остался. Сайт Фармакосметика тоже поздравили меня с Новым годом. Прислали всякие приятности. И они еще прислали промокод на скидку. Он будет работать до 31 января и даст вам 25% скидку на весь ассортимент Фармакосметики. Так что, кто любит этот сайт, я думаю, таких много среди вас, воспользуйтесь скидкой. Почему бы и нет? Я вам внизу подпишу сам промокод на эту скидку. Вот. Все содержимое этой косметички я вам сейчас показывать не буду, потому что, честно скажу, я не всем попользовалась, но тем, чем успела, я уже мечтаю о полноразмерных таких средствах. Первое, это нюкс и клад. Это такой флюид. Он вроде бы идет как уже антивозрастной, но мне кажется, он подойдет и тем, кто помоложе, у кого не то, чтобы первые возрастные изменения, а, например, у кого мимические морщинки. Например, у меня они чуть ли не с 18 лет, потому что я люблю посмеяться, построить рожи и как бы получите, распишитесь, да, например, какие-то гусиные лапки. Что делает этот флюид и как он это делает? Он очень приятно наносится, очень приятно пахнет, он жиденький, поэтому, когда вы его, ну, как-то распределяете, вы не вытягиваете кожу. И вот, например, я вечером его наношу, утром я просыпаюсь, кожа очень красивая. Это вот эффект какой-то такой здоровой кожи, без лишнего блеска, без какой-то сухости, она упругая какая-то, не такая помятая, я даже утром просыпаюсь. Не знаю, как это работает, но это работает и кожа преображается на несколько пунктов, да, по всем параметрам, начиная от того, что морщинки становятся как-то менее заметными и заканчивая тем, что действительно какая-то упругость, какой-то тонус появляется. И я думаю, что если использовать этот флюид в качестве сыворотки, да, ну, перед каким-то более таким жестким уходом, то тогда эта штука подойдет и, ну, скажем так, для более серьезных возрастных изменений, то есть, тут уже, смотрите сами, в зависимости от того, как пользоваться, либо только этим продуктом, либо сочетать уже с каким-то своим уходом, я думаю, и влияние, и результат будет немного разным, но вот как самостоятельное средство отлично работает, и хочу себе полноразмерную версию. Еще в этой косметичке от фармакосметики я нашла вот такой вот биби-крем от Клоран, и это биби-крем для области вокруг глаз, он роликовый или шариковый, как это правильно говорится, чем-то похож на гарнир, но гарнир скорее как бы за счет тональной основы перекрывает все какие-то синяки, мешки под глазами, а вот эта вот штука, она, конечно, маскирует, но мне кажется, она убирает вот синяки и какие-то пухлости, которые у нас там пудром бывают, это вечная история, вот этот биби-крем убирает все это именно за счет своих компонентов, то есть не просто тупо маскирует, а все-таки как уходовое средство работает, и еще мне понравилось, что этот биби-крем подсвечивает, то есть если утром вы встали и вам надо срочно как-то бежать, вы вот так вот как зомби выглядите, и надо вот эту вот зону быстро провести в порядок, то получается у вас там два движения и еще два движения, и одновременно и уход, и какое-то тональное средство, и какой-то иллюминайзер, очень круто, еще вот такая вот здесь штучка была от NUX, это какое-то масло с блестками, девчонки, я ни разу не пользовалась, и как-то она у меня пока стоит без дела, если вы пользовались, напишите, как вам, как вы пользовались, и вообще, что это, и с чем это едят, вот что мне очень понравилось, это вот такой вот тоник для лица от Aven, Aven же, да, это очень такой мягкий, приятный тоник, который не вызывает ни раздражения, ничего, я, к сожалению, уже вот так вот размешала, да, он вообще как бы двухфазный, то есть надо его так взболтать, и получается, что вы не просто каким-то тоником елозите по лицу, достаточно таким жестким, или вообще каким-то спиртовым, да, как у более дешевых марок, а будто бы вы каким-то вот кремовым лосьоном лицо протираете, это настолько приятно, вы просто не представляете, то есть понравился этот тоник именно за деликатность, ну и в принципе, да, любой тоник, он помогает крему, который вы будете после наносить, лучше питаться, там, проникнуть в нашу кожу, да, поэтому тониками я стараюсь постоянно пользоваться, а вот таким вот тоником, мягеньким, нежным, который делает кожу уже до крема какой-то такой розовенькой, детской, ну таким тоником действительно пользоваться вдвойне приятно. Ребята, последнее, что я хочу вам показать, это прям вот обязательно надо показать, потому что вы уже начали спрашивать, я много экспериментировала с волосами в этом месяце, и я расскажу вам весь этап смывки черной краски со своей головы, которая частично удачная, частично неудачная, да, но последней краской, которой я красилась, это вот такой вот Фаберлик, 6.1 темный блондин пепельный. Краска уже подсмылась как-то с волос, тем более с волос обесцвеченных, но если вы ей покраситесь, то скорее всего у вас будет, ну, именно такой результат, я имею в виду в лучших частях моих волос, потому что все-таки высветлилась я не совсем однородно, понравилось, что вот эта краска действительно пепельная, обычно у масс-маркета такого не бывает, и все краски как-то желтят волосы или рыжат их, а это все-таки рыжий пигмент, который после домашней смывки получился, она все-таки смогла его как-то нейтрализовать, да, ну, видите, вроде более-менее жить с этим можно, так что краса шесть-один, почему-то называется пепельный блондин, хотя это никакой не блондин, и, ребят, наконец-то это все, все вам рассказала, все показала, рассказывала как могла, потому что я не химик, я не очень разбираюсь в составах, чисто на свои ощущения я ориентировалась, понравилась, не понравилась, и этой косметикой я сейчас действительно пользуюсь, пользуюсь в удовольствие, не могу сказать, что каждый день, да, вот с утра до вечера я использую все палетки, все хайлайтеры, все эти крема, нет, ну, просто ручка к этим средствам на самом деле тянется, и я надеюсь, что мой отзыв этот вот большой был вам полезен, и по секрету вам скажу, что многие продукты, которые сегодня я вам показала, будут в подарки, которые я буду отправлять вам, естественно, все продукты будут новые, запечатанные, просто точно такие же, просто скоро будет конкурс, конкурс, так что заглядывайте периодически на канал, и принимайте, конечно же, участие в конкурсе, я просто пока еще не определилась с датой, если вам понравилось видео, то держите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, также не забывайте подписываться на мой канал, я стараюсь почаще выпускать видео, стараюсь не лениться, стараюсь вас радовать, и вообще спасибо вам большое, что заходите ко мне, какую-то активность проявляете, за то, что пишите мне в контакт, пишите мне в инстаграм, как я люблю с вами общаться, потому что у меня обалденная, адекватная аудитория, я знаю, что многие блогеры жалуются на свою аудиторию, у меня кайфовая аудитория, и кто бы что там не говорил, вот, и да, помните, что вы самые лучшие, конечно же, и до встречи совсем скоро, до встречи, Продолжение следует...